ЧП, которое произошло накануне в самолете «Сургут-Москва», обсуждает вся Россия. С каждым часом инцидент обрастает новыми подробностями. Напомню, один из пассажиров пытался попасть в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета. Внезапно мужчина захотел не в Москву, а в Афганистан. Командир корабля решил по-своему, экстренно приземлился в Ханты-Мансийске. Василий Сысуев расскажет, что сейчас грозит авиадебоширу. Именно так закончился полет сургутского дебошира. Инцидент, за которым следила вся Россия, закончился без пострадавших. Когда силовики уводили авиахулигана из самолета, пассажиры злополучного рейса хлопали. Сейчас в отношении захватчика возбудили уголовное дело. Его обвиняют в угоне воздушного судна с угрозой применения насилия. По официальным данным, дебошир пытался прорваться в кабину пилотов и требовал отправиться в Афганистан. На допросе он так и не смог четко объяснить причины своего поступка. А почему здесь Афганистан? Ну, потому что, мне кажется, это не так же просто, как кажется, с первого раза. Вы требования высказывали по поводу того, чтобы самолет изменил свой маршрут? Да. Если честно, мне туда не надо говорить. Силовики быстро установили личность подозреваемого. Им оказался сургутянин Павел Шаповалов. Ранее он был судим за порчу имущества. Инцидент на борту заставил поволноваться не только пассажиров рейса «Сургут-Москва», но и югорчан, которые должны были лететь по другим направлениям. Силовики оцепили аэропорт и никого не пускали внутрь. Те, у кого были куплены билеты до Тюмени и Москвы, были вынуждены стоять на улице. Позже для них организовали специальный автобус, в котором можно было погреться. Я приехала в аэропорт, но нас в аэропорт не пускают. Отцепление. Спросили, почему не пускают, они сказали без комментариев. И мы сейчас вот уже больше часа стоим на улице и мерзнем. Все рейсы задержали на несколько часов. После того, как спецслужбы сняли оцепление, аэропорт вернулся к обычному режиму работы. Тем же вечером губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание оперативного штаба. В нем приняли участие руководители всех экстренных служб и управления региона. По словам главы округа, пассажирам, которые опоздали на стыковочные рейсы, должны быть возмещены финансовые потери в полном объеме. Граждан, которые вылетали чартерным рейсом в дальнейшем на отдых, заграничные поездки, здесь также был проработан вопрос, срыва поездки ни у кого нет. Пока в этой истории остается еще несколько важных вопросов, на которые уже ответят следственные органы. Так, транспортная прокуратура проверит соблюдение аэропортом Сургута закона о безопасности, а следственный комитет восстановит полную картину произошедшего. А пока сургутскому авиахулигану грозит реальный тюремный срок. Максимальное наказание по статье «Угон транспортного средства», сопряженное с угрозой применения насилия, до 12 лет лишения свободы. Василий Сосуев, Виктор Севков, телерадиокомпания «Югра», Ханты, Мансийск.